Грязный захламленный двор многоэтажки в маленькое цветущее чудо превратила алматинка Галина Бутакова. Три года назад женщина начала высаживать цветочную рассаду на маленьком клочке земли. А теперь ее сад разросся до невероятных размеров. Оформляли мы двор из бросового материала. Брали камни, расписывали их, делали дизайн какой-то такой небольшой. Мы оформляли из бутылей, делали украшения сюда в наш дворик, в наш сад. Ну и, естественно, сажали цветы, деревья. Теперь Галине приходится привлекать к работе добровольцев. Одна она не справляется, ведь всех обитателей сада, божьих коровок, черепах и зебр нужно регулярно красить. Розы подрезать, а газоны стричь. Чтобы дети могли играть на зеленой травке, один из жителей соседнего дома даже пожертвовал на общее благо личную газонокосилку. Самой же Галине часто приходится жертвовать свободным временем. И не только им. В прошлом году активисты сами нанимали мастера, чтобы он выковал декоративную оградку под стать волшебному саду. Зато слава о необычном алматинском дворе разнеслась далеко за пределы микрорайона. Наслаждаться вечерней прохладой в сад приходят и жители соседних кварталов. Я молодая мама. Хорошо, что вообще есть такие дворы, где можно гулять с ребенком. Конечно, хотелось бы, чтобы таких дворов было побольше. Альпийские горки, садовые статуэтки и оригинальные клумбы у дома номер 33 сделаны так, что пройти мимо просто невозможно. Всем зевакам, которые часто собираются у чуда двора, его хозяйка советует не тратить время понапрасту. А прямо сегодня начать превращать дорожку к собственному подъезду в сказочный сад. Анастасия Скрипникова, Рашид Диньякупов, телеканал Алматы.